Глава четвертая Неожиданная встреча Когда сознание начало возвращаться ко мне, я прежде всего почувствовал свое тело. Оно ныло и болело. Еще не открывая глаз, я ощутил чье-то прикосновение. С трудом разомкнув веки, я увидел перед собой моего верного спутника и друга Николу. Но я не сразу узнал его. Вместо обычной меховой одежды из оленей и шкуры на нем был надет серый больничный халат. Я лежал на чисто застланной кровати, покрытой серым пушистым одеялом, в небольшой комнате без окон, освещенной электрической лампой, спускавшейся с потолка. — Приехали, — сказал Никола, приветствуя меня своей неизменной улыбкой. — В ноздрю Айтайона, — попробовал я пошутить. — Вот видишь, Никола, никакой ноздри нет. — А ты ее видела? Может быть, она как раз такая? — И Никола обвел рукою комнату. — С электрическим освещением? Наш разговор был прерван. Дверь открылась, и в комнату вошла молодая девушка в белом халате. Сестра милосердия, как решил я. Я уже не сомневался, что нахожусь в больнице. Но долго ли я был без памяти, как избежал смерти и как попал в эту больницу, я себе не уяснил. Сестра обратилась ко мне с вопросом на неизвестном мне языке. Я жестами дал понять, что не понимаю, и в то же время рассматривал девушку. Она была молодая, краснощекая и очень здоровая. Рус и локон выбивался из-под белой косынки. Она улыбнулась, сверкнув белыми ровными зубами, и повторила вопрос на английском языке. Этот язык мне был более знаком. Я читал по-английски, но говорить не умел, и я опять развел руками. Тогда девушка в третий раз повторила свой вопрос по-немецки. — Как вы себя чувствуете? — спросила она. — Благодарю вас, хорошо, — ответил я, хотя, признаться, чувствовал себя далеко нехорошо. — У вас что-нибудь болит? — Что у меня не болит? Я как будто прошел через мельничные жернова, — ответил я. — Могло быть хуже, — сказала девушка, добродушно улыбаясь. — А где я нахожусь? Не будете ли вы так добры объяснить мне? — спросил я. — Вы это скоро узнаете. В состоянии ли вы подняться с кровати? Я сделал попытку приподняться и закусил губу от боли. — Лежите. Я сейчас принесу вам завтрак. И она ушла, беззвучно ступая мягкими туфлями. Никола чувствовал себя лучше. Правда, он потирал себе то бок, то спину, однако уже был на ногах. Расхаживая по небольшой комнате, он кряхтел и придерживал правое колено. — Трубка пропал, табак пропал, курить хочется, — сказал он. — Вновь открылась дверь, и вошла сестра. На этот раз с человеком лет тридцати, бритым, одетым в шерстяную фуфайку и в сары, сапоги из конской кожи. Это напомнило мне, что я нахожусь в приполярных странах. Человек нес с собою такую же, какая была надета на нем одежду, для меня и Николы. А сестра принесла на подносе завтрак, яичницу, тортинки и чашки дымящегося какао. — Кушайте, — сказала она приветливо. — А когда почувствуете себя в силах подняться, наденьте костюм и позвоните вот в этот звонок. Она кивнула головой человеку в фуфайке и вышла с ним из комнаты. Я принялся за яичницу, поставленную на столик возле моей кровати. Несмотря на перенесенные волнения, мы с Николой позавтракали с аппетитом. Какао доставило Николе еще не испытанное им наслаждение. Он даже закрыл глаза и причмокивал, втягивая большими глотками горячий напиток. Однако в этой больнице, очевидно, залеживаться долго не полагалось. Покончив с завтраком, я с трудом поднялся и осмотрел свое тело, вымытое кем-то и одетое в чистое белье. По всему телу виднелись многочисленные кровоподтеки, но кости были целы. Правое плечо вспухло и сильно болело. — Похоже, было на то, что кость в плечевом суставе была вывихнута и вправлена. Да, могло быть и хуже. Мы с Николой переоделись, помогая друг другу, и я нажал кнопку звонка, находившуюся у двери. Скоро к нам в комнату вошел человек в фуфайке и знаком предложил нам следовать за ним. Мы вышли из комнаты и отправились по длинному загибающемуся коридору, освещенному электрическими лампочками. По обеим сторонам в стенах мы видели двери с крупными номерами — 32, 33, 34, и против них — 12, 13, 14, как в отеле или наркомате. Мы шли довольно долго, все время заворачивая. Откуда-то доносился ровный непрерывный гул. Где-то работали огромные машины. Нет, это скорее похоже на завод. Наш провожатый неожиданно остановился у двери номер один и постучал. Мы вошли в большой кабинет с прекрасной мебелью, устланный коврами. Я обратил внимание на то, что и в этом кабинете не оказалось окон. Стены были заставлены шкафами с книгами и увешаны техническими чертежами. В углу стоял несгораемый шкаф, а возле большой шведской конторки вращающаяся этажерка с папками. У конторки, освещаемой лампой под зеленым абажуром, сидел бритый человек и что-то писал. На столе затрещал телефон. Сидящий за столом взял трубку. И он отдал краткое приказание на неизвестном мне языке. Потом он откинулся на спинку вращающегося кресла и повернулся к нам лицом. На нем был серый пиджак и вместо жилета серая шерстяная фуфайка с острым вырезом на груди, из которого выглядывал отложной воротничок и клетчатый галстук. Можно было подумать, что мы находимся в кабинете директора фабрики. Окончив осмотр костюма, я перевел глаза на лицо иностранца и невольно вскрикнул от удивления. Перед нами был англичанин, которого мы вытащили из болота. Он также, по-видимому, был удивлен этой встречей. — О, старые знакомцы! — сказал он. — Садитесь. Мы сели возле стола. Минуту англичанин смотрел на нас, как бы раздумывая. Потом, неодобрительно покачал головой и, постучав по столу чертежным угольником, сказал. — А вы все-таки не послушались моего совета? — И пока живы, — заметил я, стараясь держаться непринужденно. — Пока! — многозначительно ответил англичанин. — Это чистая случайность, что вы не разбились, как яичная скорлупа. Он побарабанил пальцами по столу и вдруг быстро повернулся вместе с сиденьем кресла и углубился в бумаги, как бы забыв о нас. Наступила довольно томительная пауза. Потом он также резко опять повернулся лицом к нам. — Те, кто идет по ветру, не возвращаются, — отчеканил он, повторяя слова Николы, сказанные мне. — Они или умирают прежде, или теперь. Но вы спасли мне жизнь. Я в долгу перед вами, и я не хочу вашей смерти, но... Англичанин поднял палец вверх. Потом опять повернулся в полоборота, что-то быстро написал на листке бумаги и спросил. — Как вас зовут и кто вы? — Клименко Георгий Петрович, а его зовут Никола. Англичанин тщательно записывал мои ответы, как судебный следователь. Он спросил меня о возрасте, должности, образовании, цели путешествия. Это последнее заинтересовало его больше всего. Я не считал нужным что-либо скрывать от него. — А можно узнать, с кем я имею честь говорить? — спросил я, чтобы несколько уравнять наше положение. Англичанин как-то фыркнул и бросил. — Можно. Вы имеете честь говорить с мистером Бейли. — Мистер Бейли? — удивленно переспросил я. — Тот самый, который снарядил экспедицию на Арктике? Значит, вы и не погибли? — Для всех, кто там. — Против ветра. Я погиб. Но для вас, как видите. — Вот что, мистер Калименко. — Клименко, — поправил я. Но мистеру Бейли не давалась моя фамилия, и он повторил ее на свой лад. — Вы, мистер Калименко, не уйдете отсюда. Вы тоже погибли для всех, кто живет против ветра. Вы метеоролог, это хорошо. Вы мне будете полезен. Нужно сделать, чтобы вас не искали ваши товарищи. Это невозможно. Как только обнаружится, что я пропал без вести, на поиске будет снаряжена экспедиция. — О, да, вы очень любите разыскивать пропавших людей, — с иронией сказал Бейли, — своих и чужих, Нобеле, Кулик, Горский. Это удивило меня. По-видимому, Бейли знал все, что делается против ветра, то есть во всем мире. Очевидно, он имел радиостанцию. — Да, мы не привыкли оставлять без помощи человека, нуждающегося в ней, — ответил я с некоторой горячностью. — Очень хорошо, — с той же иронией ответил Бейли, — но мы устроим так, что вам не нужна будет никакая помощь. Не беспокойтесь. Я уже сказал, что пощажу вашу жизнь. Но можно будет взять вашу одежду, в которой вы путешествовали, разорвать, окровавить ее и бросить на путь тех, кто будет искать вас. Вас разорвали звери. Кончено. Экспедиция вернется назад. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сюда приходил. — Вы можете идти, — закончил Бейли, неожиданно обращаясь к Николе. И когда Никола вышел из комнаты, мистер Бейли поднялся, прошелся по кабинету и сказал. — Мне еще надо с вами поговорить. — Мне так же, — ответил я, все еще пытаясь уравнять положение. Если только можно уравнять положение пленника, каким я был, и человека, в руках которого находилась моя жизнь. И, не давая говорить Бейли, я быстро продолжил. — Вы говорите о том, что не желаете, чтобы кто-нибудь узнал о вашем существовании и нашел дорогу сюда. Это невозможно. Допустим, что вам удастся инсценировать мою гибель. Но научные исследования не будут приостановлены. Я еще не знаю, что вы здесь делаете, но для меня уже вполне ясно, что это по вашей вине изменилось направление ветров, а следовательно изменился и климат. Пока население еще не очень обеспокоено, но ученые всего мира уже давно с тревогой следят за необычными явлениями, происходящими в атмосфере. Рано или поздно все почувствуют понижение атмосферного давления. На смену нашей экспедиции пойдут по ветру другие, и ветер неизбежно приведет их сюда. — Я это знаю, — ответил Бейли, с нетерпением выслушав меня. — Рано или поздно это должно случиться. Они придут сюда, и тем хуже для них. А вы? Вас я однажды уже предупреждал, но вы не послушали меня. Вот вам еще одно предупреждение. Не пытайтесь убежать отсюда. Это может стоить вам жизни. Больше я не пощажу вас. Скажите это и вашему Якуту. Поняли? Я предоставлю вам некоторую свободу, если вы дадите мне слово. Впрочем, можете не давать. Вы сами увидите, что бежать отсюда немыслимо. У вас здесь будет много работы. Теперь идите, мистер Калименко. Уильям покажет вам вашу комнату. Бейли позвонил. Вошел слуга. — Уильям, проводите мистера Калименко в комнату номер 66. До свидания. — Разрешите Николе поселиться в одной комнате со мной, — сказал я. Мистер Бейли подумал. — Пожалуй, можно, — сказал он. — Но помните, никаких заговоров. До свидания. Я откланялся, и мы с Уильямом отправились по длинному дугообразному коридору, затем спустились этажом ниже и углубились в настоящий лабиринт. Меня удивило, что на всем пути мы не встретили ни одного человека. Я спросил моего проводника, где же люди, но он ничего не ответил. Быть может, он не знал ни русского, ни немецкого языка, а, скорее всего, просто не хотел говорить. Глава пятая С неба на лекцию Я вошел в мою камеру заключения. Комната имела около тридцати квадратных метров, высота же достигала четырех метров. Стены были покрыты фанерой. Одна лампочка на потолке, другая на письменном столе. Две узкие кровати у стен и несколько простых стульев. После роскошного кабинета мистера Бейли эта комната показалась мне более чем скромной. Но могло быть и хуже, вспомнил я слова сестры Милосердия и потому не очень опечалился. Уильям ушел, и скоро мое внимание было привлечено большим чертежом, закрывавшим половину стены. На синей чертежной бумаге я увидел профиль подземного городка мистера Бейли, изображенного в разрезе, и отдельно планы каждого этажа. На чертежах не имелось пояснительных надписей, но все же они давали общее представление о всем сооружении. Центр городка занимала огромная труба, в которую мы упали. Вокруг этой трубы шли пронумерованные помещения. Городок имел пять этажей ниже уровня земли и три этажа в стенах кратера. Ниже восьмого этажа виднелись две пещеры, по-видимому, естественного происхождения. Вправо от центральной трубы, вдоль пятого, считая сверху вниз, шла боковая труба, и оканчивалась она далеко за пределами комнат, выходя наружу. Эта труба больше всего меня заинтересовала. Первой моей мыслью было, что эта труба предназначена для отвода воздуха, входящего сверху. Однако, если бы через эту боковую трубу выходило столько же воздуха, сколько входило, то на поверхности должно было бы существовать второе воздушное течение, и убыли воздуха не замечалось бы, тогда как тщательно составленные нами синаптические карты показывали, что воздушные течения со всех концов земного шара направляются к одному месту, не встречая никакого обратного течения. Если же ветер всасывается в подземный городок и никуда оттуда не выходит, то, черт возьми, давлением воздуха весь городок должен был бы давно взорваться, как котел, переполненный паром. Дверь открылась, и в комнату вошел Никола. Он тщательно закрыл за собой дверь и, почесав голову, вздохнул. Я ожидал, что он будет укорять меня за пренебрежение к его советам, но он заговорил об ином. Никола сообщил мне, что в одном из коридоров он встретил двух Иванов, двух якутов, пропавших год назад в ноздре Айтайона. — И ты еще веришь в ноздрю? — спросил я его. — Лучше было бы нам попасть в ноздрю Айтайона, чем этого Ера. — ответил озабоченный Никола. Он успел перекинуться несколькими словами со здешними якутами и узнал, что они работают в какой-то большой трубе по уборке и отвалке мусора, приносимого ветром из центральной трубы. Я посмотрел на план. Так вот для чего существует боковая труба. Два Ивана жаловались Николе, что их держат как рабов, никуда не пускают, но кольмят сильно хоросо. В комнату постучали. Вошел Уильям и пригласил нас на своем непонятном языке, подкрепляя слова жестом, следовать за ним. Мы повиновались. В коридоре у двери стоял якут Иван-старший. Уильям поручил ему Николу, а со мной двинулся дальше. Мы пересекли коридор, сели в кабину лифта номер 50, поднялись этажом выше и остановились у двери номер 13. Уильям без стука отворил дверь, и я следом за ним вошел в большую комнату. Здесь, видимо, была лаборатория. На столе в идеальном порядке стояли сложные аппараты с компрессорами, медными трубами, змеевиками и холодильниками. Целыми рядами были расставлены стаканы, чаши, мензурки и прочие сосуды. Их посеребренная поверхность блестела при ярком свете двух дуговых ламп. Вид этой ослепительной посуды был таков, как будто богатый наследник вынул из сундуков дедовское серебро, чтобы полюбоваться своими сокровищами. Но я уже знал, что такие сосуды с посеребренными стенками для отражения теплоты употребляют при опытах с жидким воздухом. Жидкий воздух, ведь его плотность в 800 раз больше атмосферного. Не представляет ли собой городок Бейли фабрику для превращения атмосферного воздуха в жидкий? Занятый своими мыслями, я сперва не заметил человеческую фигуру, склоненную над одним из столов. Это была женщина в белом халате. Она подняла голову, и я узнал сестру милосердия. Она также узнала меня и улыбнулась, в виде недоумения, отразившееся на моем лице. «Пожалуйста, пройдите в кабинет, отец ждет вас», сказала она, протягивая руку по направлению ко второй двери. Я постучал и вошел в комнату. Она была почти такой же величины, как первая, но здесь не было инструментов. Зато все стены были уставлены полками с книгами, а на большом письменном столе лежали груды листов, исписанных химическими формулами. При моем появлении из-за стола поднялся очень высокий, пожилой, но еще моложавый на вид человек с русыми волосами, серыми глазами и румяными щеками. Его добродушная улыбка очень напоминала улыбку девушки. Он крепко пожал мою руку и сказал, «Мистер Бейли и Элеонора уже говорили мне о вас. Мы нуждаемся в таких людях, как вы». «К сожалению, вы не химик, но все же ваша специальность довольно близко соприкасается с моею. Вы, так же, как и я, питаетесь воздухом», улыбнулся он. Он говорил так просто, как будто я пришел к ним по своей воле и предлагал им свои знания и труд. «Моя фамилия Энгельбрект», сказал он. «Садитесь, прошу вас». «Энгельбрект», — с удивлением воскликнул я, продолжая стоять. «Вы, Сванта Энгельбрект, гибель которого на Арктике оплакивалась всем культурным миром». «Слухи о моей смерти были значительно преувеличены», — повторил знаменитый шведский ученый Астроту Марка Твена. «Да, я живой, Сванта Энгельбрект». «Но почему?» «Что заставило вас скрываться?» Энгельбрект нахмурился. «Энгельбрект нахмурился. Но как?» «Я как будто не слыхал о концессии». «Финансовая сторона дела мало меня интересует», — несколько торопливо прервал меня Энгельбрект. «Об этом вы можете узнать у мистера Бейли. Я работаю по контракту и, кроме своих лабораторий, ни во что не вмешиваюсь. Мистер Бейли — человек с исключительно широкой инициативой и большим деловым размахом. Он не скупится на расходы, чтобы обеспечить мне спокойную научную работу. Когда вы ознакомитесь с ней, то увидите, что нами сделаны ценнейшие научные открытия, еще неизвестные миру. Мистер Бейли пускает их в оборот, но это его дело. В его финансовые затеи я не вмешиваюсь». Еще раз, видимо, торопясь сообщить все необходимое, повторил ученый. «Я испытываю единственный недостаток в лаборантах. Мне даже нет времени самому делать опыты. Я их провожу только здесь». И Энгельбрэкт показал на листы бумаги, испещренные формулами. «Мне помогает дочь Элеонора. Сестра милосердия». Энгельбрэкт улыбнулся. «Она у нас и сестра милосердия, и ученый-лаборант, и хозяйка моего маленького хозяйства», — сказал он с теплотой в голосе. «Она молодец. Я надеюсь, что вы поможете ей работать в лаборатории. Она ведет вас в курс дела. Если вы не справитесь с каким-нибудь заданием, обращайтесь ко мне, и я вам всегда помогу, если это понадобится. И так за дело», — закончил Энгельбрэкт, протягивая мне руку. «Не теряйте времени». Я откланялся и вышел в лабораторию. «Сговорились?» — спросила Элеонора. Я развел руками с видом покорности судьбе. «Тогда садитесь и давайте работать», — просто сказала она мне, подвигая ближе к себе свободный табурет. Я уселся с видом прилежного ученика. Она приступила к настоящему экзамену. «Способ добывания воздуха. Он состоит в том...» — начал я свои ответы, разглядывая волосы Элеонора, выбивающиеся из-под белой косынки. «В том, что охлаждением, получаемым от расширения самого воздуха, пользуются для его охлаждения. Воздух сжимают постепенно до 200 атмосфер, а потом давление падает сразу до 20, и температура вследствие происходящего расширения понижается до 30 градусов ниже нуля. Так проделывают несколько раз, пока температура не достигнет 180 градусов ниже нуля. Тогда при давлении в 20 атмосфер воздух может уже перейти в жидкое состояние. Какие у нее красивые волосы! Это, конечно, не вслух. Элеонора поймала мой взгляд, прежде чем я успел опустить веки. Поправила выбившийся локон, едва заметно улыбнулась и сказала с важностью так не шедшей к ней. «Поверхностно и не совсем точно. Однако для начала сойдет. Вы знаете этот аппарат?» «Аппарат Линда для сгущения воздуха», — ответил я, радуясь как школьник своему знанию. Элеонора кивнула. «Да, но это детская игрушка, и вы увидите сложные машины, которые сконструировал мой отец». Экзамен продолжался. «Однако вам еще надо приобрести много теоретических знаний, добывания жидкого воздуха». И она, не отрываясь от работы, начала свою первую лекцию. Я сосредоточил все свое внимание, но мысли мои все время отвлекались. В данную минуту мне было гораздо интереснее знать, каким образом она и ее отец оказались в этом подземном городке, почему погиб Арктик, кто был тот мертвец, которого видел Никола на носу корабля, как Бейли использует жидкий воздух и какие отношения между ним и Энгельбректами. Тысячи вопросов теснились в моей голове, но я не решался задать их моей учительнице. Жидкий воздух представляет легко подвижную прозрачную жидкость бледно-голубого цвета с температурой минус 193 градуса Цельсия при нормальном атмосферном давлении, — продолжала Элеонора. Полученный из аппарата воздух бывает мутным вследствие примеси замерзшей углекислоты, которая в незначительном количестве содержится в воздухе. После профильтрования через бумажный фильтр воздух становится прозрачным. — Бедная девушка, невесело должно быть ей в такой дыре. Неужели она с отцом добровольно решилась на эту ссылку, — думал я. — При испарении жидкого воздуха сначала выделяется кипящий азот, точка кипения которого минус 194 градуса Цельсия, потом аргон. — Что выделяется при испарении жидкого воздуха? — вдруг переспросила она, уловив мой рассеянный взгляд. — Аргон, — ответил я машинально, поймав последнее звуковое впечатление ее грудного голоса. Элеонора нахмурилась. — Вы невнимательно слушаете меня, — сказала она с упреком. — Простите, но ведь я всего только несколько часов назад свалился с неба. Согласитесь, что неожиданно попасть после такого необычайного воздушного путешествия на лекцию о жидком воздухе. На лице строгой учительницы появилась улыбка. И вдруг, не выдержав, она расхохоталась с детской веселостью. — Пожалуй, вы правы. Вам надо отдохнуть и прийти в себя. Я очень обрадовался этой перемене и поспешил спросить ее. — Но скажите, каким образом я остался в живых? — Вас случайно заметили, когда вы летели. Вентиляторы были приостановлены, и вы довольно мягко упали на первую решетку. Труба имеет целый ряд сит для задерживания мусора. Все это станет вам понятным, когда вы осмотрите устройство. Завтра воскресенье, и я покажу вам. — Еще один вопрос. Но Элеонора уже сосредоточенно работала. — Идите и отдыхайте, — сказала она с мягкой повелительностью. Лицо мое, вероятно, выразило огорчение, потому что, взглянув на меня, девушка поспешила прибавить с ее обычной добродушной улыбкой. — Мы с вами еще сегодня увидимся в библиотеке после шести. Второй этаж номер сорок один. И, кивнув мне, она вновь углубилась в работу. Я ушел к себе. Глава шестая. Подземный городок. На второй день моего пребывания в плену я уже довольно хорошо ознакомился с городком. Элеонора охотно давала мне объяснение. Первый верхний этаж был отведен под жилые комнаты для администрации городка. Здесь находился высший технический персонал, квартира мистера Бейли, квартиры Энгельбректов, инженеров и офицеров. — Офицеров? — с удивлением переспросил я. Элеонора смутилась. Она, видимо, открыла больше, чем следует, и теперь не знала, как исправить свою ошибку. — Такой большой городок не может оставаться без охраны, — ответила она. — Мы имеем нечто вроде милиции или сторожевой охраны. — Во главе стоит несколько начальствующих лиц, которых мы и называем офицерами. — Вы только никому не говорите о том, что я сообщила вам. Мистер Бейли просил меня ничего не говорить вам о нашей охране, а я проболталась, чисто по-женски, — сказала она, негодуя на себя. — Я уверил девушку в том, что буду нем как рыба. — А каково количество вашей милиции? — спросил я. Но Элеонора стала уверять, что она больше ничего не знает о вооруженных силах. — Счет этажей идет у нас сверху, — продолжала она знакомить меня с устройством необычного городка. — Во втором этаже, в двух внешних его кольцах, помещаются служащие средней квалификации. — Я также помещался во втором этаже и потому спросил с шутливой обидой. — Вроде меня? — Да, вроде вас, — ответила Элеонора, — но только они знают несколько больше, чем вы. А вдоль всего внутреннего кольца расположены библиотеки и лаборатории. Третий этаж отведен для рабочих. В этом же этаже помещаются склады для провизии, кухни, столовые, бани, клубы, кино. — Даже кино! — И кино, и театр. Что же в этом удивительного? Если бы у нас не было развлечений, то, пожалуй, многие умерли бы от скуки. — Не проще ли разбежаться от скуки? Элеонора как будто не слышала моего вопроса. — Четвертый этаж, или первый под уровнем земли, занят машинами, перерабатывающими жидкий воздух в азот в виде аммиака, азотной кислоты и цианамида — вещества, очень важного для промышленности и сельского хозяйства. Она говорила безостановочно, точно боясь, что я опять прерву ее. У нас добывается азотной кислоты более миллиона тонн в год, и мы все время расширяем производство. Кроме того, мы добываем кислород. В одном из секторов четвертого этажа производится сортировка материала, который попадает извне через главную трубу. На уровне четвертого этажа в трубе устроена целая система СИД, начиная с таких, сквозь решетку которых может пролезть человек, и кончая столь густыми, что они не пропускают даже пыли. Меня с Николой, значит, тоже отсортировали в сортировочной? Да, в трубу попадают иногда самые неожиданные предметы и существа. Больше всего труба втягивает обломки деревьев. Иногда ветер приносит и вырванные с корнем огромные кедры, ели, сосны, пихты и лиственницы. Весь этот материал идет на топливо. Весною и осенью, во время перелета, в трубу втягивается несметное количество птиц. Часть их мы замораживаем, делая годовые запасы, а часть, охладив жидким воздухом, превращаем в хрупкий камень, который затем измельчается в порошок и хранится в кладовых, а может быть и экспортируется. Нередко в трубу попадают мелкие четвероногие хищники. Попадают и более крупные – енотовые собаки, песцы, а были случаи, когда к нам пожаловали в гости, совершив воздушное путешествие белый медведь и даже тигр. В пятом этаже проходит труба, по которой пневматически выбрасываются все уже ненужные отбросы, поступающие в нее из четвертого этажа. Во всех подземных этажах от четвертого до восьмого происходит превращение атмосферного воздуха, поступающего из центральной трубы, в жидкий воздух. В каждом из этих этажей имеются склады для хранения жидкого воздуха. Особенно много таких складов в шестом этаже. Наибольший интерес представляют седьмой и восьмой этажи. В седьмом этаже при помощи жидкого воздуха мы добываем жидкий водород, имеющий температуру всего 20 градусов выше абсолютного нуля, а при помощи жидкого водорода мы превращаем в жидкое состояние гелий. Это самое трудное и сложное производство. Весь восьмой этаж отведен под жидкий гелий, очень ценный продукт. Мы имеем его уже несколько сот тысяч литров. Но куда же идет вся эта гигантская продукция? Мы не интересуемся коммерческими операциями мистера Бейли, ответила Элеонора, повторяя слова, уже слышанные мною от ее отца. Мне хотелось задать ей еще несколько вопросов. Где помещается машинное отделение? Что находится в подземных пещерах? Но прозвонил электрический звонок, созывающий на завтрак, и мне ничего больше не удалось узнать. Это было в воскресенье, когда я совершал с Элеонорой прогулку по проспекту первого этажа, длинному идущему по кругу коридору. Бесконечное хождение по кругу наводило тоску. Глядя на номера дверей по сторонам, можно было подумать, что находишься в огромной тюрьме. Это впечатление усиливалось тем, что коридор был совершенно пуст, как будто заключенным не разрешалось выходить на прогулку. Я только позже узнал, что жители городка, в особенности обитатели привилегированного первого этажа, имели возможность совершать прогулки по окрестным горам и лесам. И, конечно, среди них не находилось ни одного человека, который не предпочел бы эти прогулки на свежем воздухе бесконечному кружению под тюремному коридору. Когда звонок прозвонил, двери комнат стали открываться, из них начали выходить люди, и коридор ожил. Я с большим интересом присматривался к обитателям городка. Среди них совершенно не встречалось женщин. Это был поистине мужской городок, и Элеонора, очевидно, составляла такое же исключение, каким бывала в старину дочь капитана на каперском корабле. Затем все они были молоды. Самому старшему из них, наверное, было не больше 35 лет. Я напрасно искал среди них людей в военной форме. Офицеров не было, все были одеты в штатские костюмы, но выправка, особая четкость движений, обличали в некоторых из них военных. Во всяком случае, можно было безошибочно сказать, что почти все они прошли военную школу. Я был новичок и чужой среди них, но, как хорошо воспитанные люди, они не задерживали на мне любопытных взоров. Любезно поздоровавшись с моей спутницей, они мельком взглядывали на меня и шли дальше, весело разговаривая, увы, на неизвестном мне языке. Для жителей первого этажа имелась отдельная столовая в первом этаже. Мне очень хотелось проникнуть туда, чтобы иметь возможность ближе познакомиться с местной аристократией. Но мистер Бейли принял меры к тому, чтобы я не сталкивался с обитателями городка. Так меня задерживали в лаборатории после занятий до тех пор, пока рабочие не разойдутся по своим комнатам. На занятия же я должен был являться позже, после того, как все рабочие уже прошли на работу. Кроме того, мне был закрыт доступ в общественные столовые. Обед подавали в мою комнату, а завтракал я в лаборатории вместе с Элеонорой. По воскресеньям же, как это было и сегодня, завтрак приносили в мою комнату. Я простился с Элеонорой и спустился на лифте во второй этаж. Мне так хотелось увидеть рабочих городка, что я решился на некоторое нарушение, установленное для меня правил. Не заходя к себе в комнату, я спустился на лифте в третий этаж и пошел по коридору навстречу толпе, направляющейся в общественную столовую. Эта толпа поразила меня. Я знал, что имею дело именно с рабочими городка. И все же рабочих, того типа человеческой породы, который создан классовым обществом, я не увидел. Эта толпа рабочих по внешнему виду ничем не отличалась от толпы верхнего этажа. Те же почти изысканные прекрасные костюмы, те же изящные манеры. Тоже пропорциональное сложение, хорошо тренированные, здоровые, более ловкие, чем сильные тела, лица интеллигентов. И только если всматриваться очень внимательно, между обитателями первого и третьего этажей можно было уловить некоторую разницу. Даже не разницу, а оттенок, какой существует, например, в одном и том же классе общества, но в смежных кругах этого общества, как средневысший круг капиталистов или родовой аристократии разнится от высшего круга. И здесь, как и в первом этаже, не встречались ни женщины, ни старики. Толпа состояла только из мужской молодежи. Все эти особенности поразили и заинтересовали меня. Но оставаться дольше, чтобы продолжить свои наблюдения, я не мог. Я поспешил к себе на второй этаж. В моей комнате я застал Уильяма, который подозрительно посмотрел на меня. Я объяснил ему, что по рассеянности опустился ниже своего этажа. Я принеса за завтрак, из-под лобья наблюдая за Уильямом. Он, конечно, приставлен шпионить за мной. Но сейчас не это интересовало меня. Я наблюдал его лицо и сравнивал его с теми, которые видел в коридорах. Он был несколько старше тех, но у него также было выхоленное лицо. Такое лицо могло быть у директора крупного торгового предприятия. И вот этот директор конторы подает мне завтрак, как лакей. Странный городок, странная фабрика мистера Бейли. Глава седьмая. Неудачный побег. Работа в лаборатории шла своим чередом. Через несколько дней я даже удостоился похвалы Элеоноры. Из вас выйдет толк, — заметила она. В другое время и при других обстоятельствах эта похвала доставила бы мне большое удовольствие. Но я отнюдь не собирался делать здесь карьеру и окончить свою жизнь в качестве безропотного служащего мистера Бейли. Мысль о побеге не оставляла меня. Возвращаясь после работы в свою спартанскую обитель, я поджидал Николу, который приходил несколько позже меня, и мы шепотом начинали наше совещание. Никола был откомандирован к другим якутам работать в трубе, по которой при помощи воздушного напора выбрасывался мусор и все отбросы городка в огромную пропасть, лежавшую с внешней стороны кратера. Никола, который уже успел познакомиться с китайцами-поварами и даже как-то объясниться с ними, сообщил мне и кое-какие хозяйственные особенности нашего городка. Здесь ничего не пропадало даром. О запасах дичи, попадавшей в трубу, я уже знал. Свежее мясо добывалось охотой. Обитатели городка охотились вооруженные ружьями, действующими с помощью сжатого воздуха. Был еще один довольно любопытный вид охоты. На крупного зверя шли с бомбами, начиненными жидким воздухом, заключенным в теплонепроницаемые оболочки. Достаточно было повернуть запал, чтобы в бомбе начала энергично развиваться теплота. Жидкий воздух расширялся, превращался в газообразный, и брошенная бомба разрывала зверя с такой силой, как будто она была начинена динамитом. Никола объяснил мне только эффект такого рода оружия, но мне уже нетрудно было понять внутреннее устройство. Однако жидкий воздух был не единственным источником энергии, которым пользовались в городке. Когда рыли новые шахты, употребляли какое-то иное взрывчатое вещество. Неизвестным источником энергии приводились в движение и все сверхмощные машины этого своеобразного завода. Когда я обратился за разъяснениями к Элеоноре, она ответила «Это не по моей части». На этом заводе, подумал я, слишком много производственных тайн. Мало того, что Бейли лишил меня свободы и сделал своим рабом, он, может быть, заставляет меня работать в интересах английских капиталистов. Что, если весь этот жидкий воздух превратится в их руках в страшное орудие против нас? Нет, надо скорее бежать, чтобы предупредить правительство об опасности через ближайший же совет или ячейку. Я по нескольку раз заставлял Николу объяснять мне подробнейшим образом устройство отводной трубы. План давал слишком схематичное представление. И Никола объяснял мне. Труба имеет в длину не менее двух километров. Когда-то она, очевидно, выходила на самый край обрыва с внешней стороны кратера. Но сваливаемый мусор постепенно удлинял площадку перед трубой, и теперь эта площадка протянулась вперед на полкилометра. По ней проведены рельсы для вагонеток, на которых и подвозят отбросы к краю пропасти. Скат на месте свалки довольно крутой. Стены пропасти еще круче, но, по мнению Николы, выбраться из нее все же можно. Это единственный путь к бегству. Я еще раз подошел к плану и внимательно осмотрел чертеж трубы. Неожиданно мое внимание было обращено на какие-то знаки. Там, где на плане труба кончается, едва виднелись, нацарапанные ногтем или спичкой, изображения стрел, направленных к кустью трубы, а над стрелами стояли восклицательные знаки. Что означали эти знаки? Кто их сделал? Не предупреждал ли меня мой предшественник, живший в этой комнате, такой же заключенный, как и я, не идти этим путем, где меня ждала какая-то опасность? Стрелки могли означать направление ветра, но ветер дул из трубы, вынося мусор. Наружный воздух втягивался только центральной трубой кратера. Во время уборки мусора и ночью, когда люди спали, в боковой выводной трубе ветер вообще не дул, как сказал мне Никола. Как бы то ни было, для нас не было другого пути, а медлить, когда я должен был предупредить власти о нависшую грозе, не было оснований. Не откладывая задуманного в долгий ящик, мы с Николой решили двинуться в путь в ближайшую же ночь, как только все уснут. Дежурят ли ночью сторожа, думал я. Скрыться от них будет довольно трудно, так как огни в коридорах не гасились круглые сутки, это я уже знал. Кроме того, рискованно было пускаться в путь в наших довольно легких домашних костюмах. Начиналась осень, и ночами, несмотря на потепление климата, могли быть заморозки. Зима же в этих широтах наступает очень быстро. Вопрос о провианте меньше беспокоил меня. Хотя мы были безоружными, но со мной был Никола, который мастерски мог изготовить лук и стрелы и даже связать селки из собственных волос. Он знал тысячи способов ловли птиц, зверей и рыб, и с ним голодная смерть нам не угрожала. Мы тихо сидели в своей комнате, прислушиваясь к отдаленным звукам. Где-то глубоко под землей гудели моторы, а над нами завывал ветер в трубе. Скоро это завывание умолкло, ночью моторы не работали. Полночь. Я кивнул Николе головой, и мы тронулись в путь. Никола шел впереди. Мы благополучно прошли весь коридор, никого не встретив, спустились в пятый этаж, взошли на небольшую лесенку и оказались в небольшой комнатушке, не больше кабины лифта, из которой дверь выходила во внутренность боковой трубы. В кабине оказался дремлющий сторож. Я отшатнулся назад, но в это время Никола вдруг тихо и быстро заговорил на якутском языке. В сторожи он узнал якута, Ивана-старшего. Никола, видимо, горячо убеждал Ивана, а тот отрицательно качал головой, вздыхал и чесал свою реденькую бородку. — Не хочет пустить, однако, — объяснил мне Никола, — сильно боится и нам не велит. Смерти боится, однако. Повернувшись к Ивану, Никола вновь начал убеждать его пропустить нас. Иван, видимо, начал колебаться. Потом он махнул рукой, открыл дверь, ведущую в трубу, и первый перешагнул порог. — Он пойдет с нами вместе пропадать, — пояснил Никола. Труба была большая, как железнодорожный тоннель. Когда дверь за нами закрылась, мы погрузились в полную темноту. Как не тихо мы шли, шаги наши гулко отдавались в трубе, выложенной железными листами. В конце труба делала большой отлогий поворот, завернув за который, я вдруг увидел бледный свет месяца. Этот свет взволновал меня, как символ свободы. Еще несколько шагов, и мы выйдем из нашей тюрьмы. Я уже чувствовал запах прелых листьев и мха. Отверстие все расширялось. Месяц осветил стены трубы. Там, где она кончалась, я увидел железные полосы, пересекавшие трубу в виде небольшого мостика. Никола уже занес ногу на этот мостик, но я дернул его за рукав и остановил. Я подумал, что этот мостик мог быть сделан для автоматической сигнализации. Мостик был не широк, однако через него было трудно перепрыгнуть. Я задумался, как обойти препятствие. Никола не понимал меня и торопил идти скорее. Я объяснил ему мои опасения. Мы начали совещаться. Никола предложил такой план. Он и я должны поднять, раскачать и перебросить через мостик Ивана, как самого малого и легкого из нас. Затем Иван принесет досок или обломков деревьев, и мы соорудим мост над мостом, так, чтобы можно было перейти по деревянному настилу, не задевая железных полос. Но Иван не соглашался на маленькое воздушное путешествие. Он боялся разбиться. — Я и так пробегу, — ответил он, — боком, боком. И прежде чем мы успели возразить, Иван отошел назад, разогнался и побежал по наклонной стенке трубы сбоку мостика. Несколько шагов он сделал благополучно, но у самого края поскользнулся на гладком сыром откосе и во весь рост грохнулся на железный мостик. Если мостик был соединен с сигнализацией, то она заработала вовсю. Нам больше ничего не оставалось, как, не обращая внимания на мостик, бежать вслед за Иваном. В два прыжка я выскочил из трубы, Никола последовал за мной. Мы бросились бежать по шпалам, обегая стоявшие вагонетки. В две-три минуты мы пробежали не менее половины расстояния, отделявшего нас от кручи. Падение в мягкий мусор не страшило меня. Я бежал со всей быстротой, на которую был способен. Кривоногий Никола не отставал от меня, но Иван, уже давно не тренировавшийся в беге, остался позади. Я приостановился, чтобы обождать его, но Никола, обгоняя меня, крикнул «Догонит! Беги!» и помчался вперед. Я вновь побежал, нагоняя Николу. Конец площадки уже виднелся перед нами. На другом конце пропасти вздымались угрюмые скалы, освещенные месяцем. Вдруг я услышал позади себя какой-то звук. Звук, все усиливаясь, перешел в мощное равномерное гудение. В то же мгновение я почувствовал, что подул встречный ветер. Я бежал равномерным шагом, и этот ветер не зависел от быстроты моего бега. «Может быть, заработал центральный вентилятор», — подумал я, но было еще слишком рано. Работа начиналась в шесть утра, а сейчас не больше часа ночи. Звук поднялся еще на несколько тонов, а встречный ветер стал таким сильным, что я принужден был нагнуться вперед. Бег мой все более замедлялся. Я задыхался. Воздух становился все плотнее. Я понял все. Сзади нас был пущен вентилятор. Я не знал, что выводная труба могла не только выдувать, но и вбирать в себя воздух. Так вот, что означали стрелки и восклицательные знаки на плане, — мелькнула мысль. И в ту же минуту ветер от вентилятора завыл, как разъяренное чудовище, увидевшее, что добыча ускользает из его пасти. Ветер перешел в ураган. Я наклонил голову вперед и старался протолкнуться в этой невидимой воздушной тесноте, которая давила все сильнее. Но я больше не мог сделать ни одного движения вперед. Никола упал на землю и полз на четвереньках. Я последовал его примеру, но и это не спасло. Мы делали невероятные усилия, цепляясь за землю руками и ногами, но ветер срывал нас и неудержимо тянул назад. Наши легкие были наполнены воздухом, как шары, готовые лопнуть. Голова кружилась, в висках стучала. Мы изнемогали, но еще не сдавались. Наши руки и ноги были окровавлены, только бы добраться до края площадки. Но мы уже не видели его. Ветер повернул мне голову назад, и среди тучи мусора я увидел Ивана. Его тело, подобно перекатиполю, вертелось, прыгало и неслось к кустью трубы. Что-то мягкое ударило мне в голову, но я не мог повернуть ее, чтобы посмотреть, и лишь догадался, что это было тело Николы. От удушья я начал терять сознание. Борьба была напрасна. Мои мускулы ослабели, руки бессильно отдались воздушному течению. Меня понесло обратно в трубу. Я окончательно потерял сознание. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установки подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установки перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ, установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623. Геннадий Анатольевич. Геннадий Анатольевич. Геннадий Анатольевич. Геннадий Анатольевич. Геннадий Анатольевич. Продолжение следует...